всем доброе утро или там день или где вы находитесь я не знаю как обычно давайте проверим звук и видео то есть меня видно и меня слышно это все что нужно для сегодняшнего эфира сегодняшний эфир у нас необычный потому что есть гость гость которому вы привыкли я думаю гость которого вы любите понимаете и цените если нет то выходите из эфира потому что такие люди мне обычно не нужны они только мешают проводить беседы так катя привет мы сегодня беседуем с доктором андреем курпатовым и вот сейчас человек написал покажи сисе я его сразу заблокирую пожалуйста ибо таких нам не надо наверное людей доктор курпатов вы его знаете по книгам по красной таблетки возможно он написал более 30 книг я не знаю как вам объяснить кто это если вы не знаете кто это то бог вам судья в общем да и все я с тобой полностью согласна курпатов огонь я собрала 20 вопросов все мы их задать не успеем потому что эфир у нас всего часовой может быть даже 40 минутный все я добавляю андрея и мы начнем с не сразу не с вопросов про развод пожалуйста потому что вопросов про развод просто тьма о здравствуйте а мы на вы или на я не помню уже как мы договорились общаться и мы ну я вообще на вы но а ты в общем я как как вам удобно ну вот вы сказали как вам удобнее а не как тебе удобнее значит наверное удобнее на вы требует искать уважительное отношение собеседнику но я умею по-другому ну это безусловно я знаю а по звуку нормально слышно все всем хорошо я могу надеть наушники для попробуйте наушники потому что слышно чуть-чуть глуховато если это только мои проблемы вообще спору нет я привыкну а если ребята также слышит так ой мне вообще да ну тогда наверное всем хорошо все я буду задавать вопросы потому что я их собирал два дня и они очень странные как вы любите прям первый вопрос он актуальный насчет вот этих всех модных нынче психологических заболеваний человек спрашивает вот сейчас коронавирус вот эта вся пандемия человек спрашивает как избавиться от ощущения что вокруг опасность то есть он говорит я выхожу из дома и ощущение что на всех предметах абсолютно на людях на машинах на деревьях сидит какая-то страшная болезнь и эта болезнь хочет меня убить то есть человек реально впадает в панику как избавиться от этого психоза по сути дела это уже болезнь какая-то очень на самом деле правильная дефиниция вот потому что то что мы сейчас все находимся в некоторой настороженности это нормально потому что если мы сейчас не будем беспокоиться о своем здоровье здоровье там людей с которыми взаимодействием это будет просто проявлением там негуманности халатности там и так далее поэтому конечно определенная такая настороженность это нормально да то есть тут у нас не так много средств для того чтобы с этой настороженностью бороться первое прежде всего это чистые руки не главное не прикасаться к лицу лишний раз вот а если хотите его сильно потереть то перед этим руки надо продезинфицировать вот и если действительно рядом близко много людей то есть в общественном транспорте магазине там и так далее то конечно лучше надеть маску вот это по большому счету все чем мы сейчас располагаем в качестве средств защиты если вы эти средства защиты предпринимаете вам уже не о чем тревожиться то что дальше начинается вопрос случайности и ну как бы вот вот этого случайного распределения неприятностей потому что понятно что есть коронавирус то есть куча других вещей кирпич может на голову упасть машину лохить вот когда люди переходят дорогу и смотрят в телефон они значительно больше рискуют своей жизнью нежели когда они уходят даже без маски по магазинам вот потому что ну есть большое количество других рисков нужно понимать что ну что то с нами может случаться вот разные неприятности вот поэтому но если вы применили необходимые средства вот такие вот гигиенические да то этого достаточно того чтобы не тревожиться сверх как бы вот этого всего дела вот но есть действительно люди которые переживают этот коронавирус эту ситуацию вот именно в таком невротическом исполнении да что такое невроз на самом деле невроз хитрая штука значит невроз характеризуется разными фобиями паническими атаками с ощущением вот этой абсолютно собственной никчелности какими-то депрессивными реакциями там и так далее вот значит хитрость невроза в том что реальная проблема лежит не в плоскости тех вещей которых вы переживаете но условно говоря люди которые боятся летать на самолетах или люди которые испытывают панические атаки связанные с там сердцебиениями повышением артериального давления вот этой потливостью избыточной там и так далее они переживают за здоровье они переживают за самолет на самом деле их психика так сильно тревожится потому что внутри есть какой-то неразрешенный внутренний конфликт что такое наш неразрешенный внутренний конфликт ну вот например у вас есть вторая половина и у вас не разладились отношения да ну то есть вроде бы все как бы как обычно вы продолжаете функционировать но приходишь домой там как будто бы чужой человек и ты вот находишься постоянно в таком состоянии дискомфорта в котором себе сложно признаться потому что есть ты себе в нем признаешься дальше надо совершать какие-то шаги надо идти обсуждать так сказать или принимать решение расставания или еще что-то то есть условно говоря у вас всегда возникает какая-то угроза на которую вы внутренне еще не готовы ну то есть условно я хожу на работу у меня начальник сукин сын вот я из-за этого дико страдаю но поменять работу это же угроза то есть не готов человек как-то решить он да он тревожит себя на кучу да внутри возникает нервно-психическое напряжение и дальше этому нервно-психическому напряжению нужно найти выход и мы находим поводы одни начинают бояться в лифтах ездить другие начинают бояться что у них со здоровьем что-то не так третьи начинают бояться заразиться да значит и если нет коронавируса побоятся заразиться там вич боятся заразиться там я не знаю гепатитом боятся еще чего-нибудь заразиться просто отравиться вот но когда у нас ковид у нас есть такой мощный бренд вот который привлекает внимание поэтому если вы чувствуете что ваша тревога по поводу ковида стала такой разрушительный разрушительность в чем составляется я все время говорю невроз это инвалидизация то есть если вы лишены каких-то возможностей что-то делать что такое инвалид человек с ограниченными возможностями если ваш симптом да вот то что вас беспокоит не позволяет вам вести нормальный образ жизни ну вот адекватный объективным угрозам ситуации там и так далее значит вы инвалидизированы значит у вас невроз значит дело не в ковиде а дело в какой-то из сфер психологических которые для вас важны это вопросы физической безопасности то есть например я вот привел примерку такого природы невроза связанного с внутренними нерешенными проблемами но может быть и другое если вы например когда-то подвергались насилию то у вас под корки запечатлелась вот такая инграма которая поскольку вы уже как бы пуганы да у вас уже есть вот этот вот ощущение того что что-то может пойти не так вдруг да и этот вот этот поранен инстинкт самосохранения он может тоже в какие-то моменты находить что-то какие-то поводы тот же как и реагировать организм а можно андрей а вот можно выйти из этого состояния самому или только через специалиста ну то есть если человек уже начал вот в панику впадать в дичайше ну я в свое время я же книжки про которые вы начали говорить когда начался эфир да я их написал психотерапевтически очень давно я начинал их писать первый книг был написан в девяносто седьмом году счастлив по собственному желанию и собственно говоря я пытался так научиться писать людей чтобы они могли сами помогать себе разбираться с теми действительными причинами которые вызывают их состояние вот этого невротического такого зажима этого этого избыточного внутреннего напряжения там и так далее поэтому в целом если вы способны к саморефлексии и используете для этого знания научные то есть что наука знает почему это может быть можете на себя примерить вы можете справиться и без специалиста значит если у вас расстройство приобретает уже такое избыточное вот совсем до состояние то есть это мощные панические приступы если это действительно такая уже что называется махровая депрессия то без специалисты я бы не рекомендовал решать этот вопрос и зачастую просто нужна фармакотерапия то есть нужны какие-то препараты которые помогают человеку как бы выйти из этого острого состояния а потом все равно нужна будет там психотерапия или самопсихотерапия с использованием знаний вот мы сейчас запустили такой онлайн курс у нас есть шаг за шагом который состоит там из 12 онлайн новых занятий я там даю и упражнения вот эти все рассказываю про механику у меня там как в докторе курпатове есть герои которым на примере которых я показываю как можно применять соответствующие психотерапевтические техники для того чтобы свое состояние улучшать поэтому сам себя можешь излечить по сути дела сам человек сам себе доктор с применением знаний сейчас я откашлюсь если вы используете знания конечно вы можете улучшать свое состояние если это не помогает ну что тогда обращайтесь соответственно уже за помощью к специалистам так ну на первый вопрос мы ответили я думаю очень сильно полно второй вопрос самый прям я очень сильно смеялась меня спросила подруга а ей 39 лет она замужем счастлива у нее дети и она спрашивает наташ спроси пожалуйста андрея курпатова как не пропустить момент когда пора развестись как вот она уже почти я чувствую на чемоданах как будто сидит и думает вот я вот я бы развелась но надо момент найти то есть это что ожидание момента развода есть ли такой момент если такие критерии по которым можно сказать все ты должна развестись вот после этого ты должна сказать спасибо валера но я пошла есть такие или это не не момент а сборище моментов каких-то когда вот выдал например как доктор можете сказать все я рекомендую вам разводиться тут без варианта ну как доктор давайте я сейчас расскажу как доктор потом я расскажу как человек как здравомыслие как доктор если вы находитесь ну то есть если ваши отношения приводят вас к вот тем самым невротическим расстройством депрессивным состоянием если вы действительно находитесь в состоянии постоянного внутреннего напряжения вы использовали все ресурсы то есть попытались помочь себе самостоятельно попытались помочь себе с помощью специалистов и понимаете что все равно брак является тем стрессовым фактором который вы не можете переосмыслить реконструировать отношения да изменить свое поведение повлиять изменением своего поведения на партнера то ну как бы как доктор я говорю здесь слишком мощный психострессовый фактор и значит это есть показания к разводу теперь я хочу из здравомыслия исходить значит и здравомыслие в эти тоже вопрос самое сложное это принятие решений вот и женщине на самом деле мы у нас сейчас такая эпоха фемининности феминизм у нас тут такой наступает на на всех вот и это неплохо вот почему потому что это обучает женщину больше самостоятельности большему больше ответственности за собственную жизнь но при этом если мы рассматриваем как бы исторически до культурно те инграмы которые в нас были встроены культурой вот их воспитанием и так далее женщинам очень сложно принимать решение ну то есть так устроена была всегда культура что решение принимает мужчина да то есть когда вы вступали в брак возможно бы предложили руку и сердце вот но скорее всего вы ждали дождались дожали да то есть да но вы как бы способствовали принятию соответствующего решения но ждали пока это решение примет мужчина точно то же самое касается и многих бытовых вещей то есть покупка квартиры например кто чаще берет ипотеку мужчина или женщина в основном наверное мужчины мужчины то есть мы сейчас у нас есть в обществе такое перераспределение как бы вот этой ответственности что женщина ждет что мужчина примет соответствующее решение и часто это становится ключевой проблемой вот в разводе то есть мужчина как бы живет с чувством что если он не принял решение разводе то он контролирует ситуацию вот женщина живет с чувством что она не может дальше продолжать эти отношения но с другой стороны она не решается на решение потому что это для нее нетипично не свойственно это для нее в каком-то смысле противоестественно то есть ее пригласили замуж и как бы соответственно тот кто пригласил должен и как бы отпустить ну то есть вот есть это такая как бы внутренняя подсознательная история вот и часто я все время говорю что самый эффективный способ для женщины принять решение о выходе из брака это получить приглашение в другой брак это я иронизирую кредитом чтобы взять другой но это психологически согласитесь проще вот вы живете каким-нибудь людоедом вот думаете что больше так невозможно и вдруг появляется принц на белом коне и говорит сейчас я тебя спасу опять решение принимает другой мужчина да и вот здесь этот вопрос как бы вот этой работы с самой собой чтобы оценивать свою жизнь и оценивать результаты своих вложений человеческих эмоциональных там и так далее с ожиданием отклика если мы вкладываем инвестируем свои чувства эмоции в другого человека неважно мужчины ты или женщина но как бы в ответ туда куда фига туда дуй или как там куда фига туда дым в общем как бы наоборот все вы туда все пытаетесь а вам значит не ответ не привета вот то конечно нужно принимать вот эту на себя ответственность за происходящее вот но главное просто опция психотерапевта она состоит в том чтобы не принимать решение за человек то есть если ко мне приходит например женщина и говорит разводиться мне или нет я не знаю потому что я могу сказать разводить а потом она придет скажет вы же меня сказали это не вопрос я готов вынести так сказать соответствующую экзекуцию вот но проблема то в том что я приму решение а у женщины нету внутренней силы внутренней зрелости внутренней готовности да я принял решение а человек она не поняла да внутри страдает не готов и ну что мы его снова как бы сказать обречем на эти дополнительные страдания поэтому ну смотрите андрей тут еще знаете в чем прикол мы хотели бы допустим вот она сидит у меня подруга она бы и хотела развестись но она думает а вдруг проблема не в нем ну конкретно в муже а во мне то есть я выйду замуж за другого и начнутся те же самые проблемы ну то есть она еще вот за это держится что непонятно может быть ничего лучше то и не будет вот ей плохо в браке но уйти она не хочет потому что там наверно так же абсолютно ну это вот позиция здесь же понимаете мы всегда всегда взвешиваем на весах плюсы и минусы вообще вот когда вы вступаете в брак вы взвешиваете плюсы и минусы но это когда нет эмоции когда нет любви эмоции ладно любви эмоции когда начинаешь все математически просчитывать а когда есть эмоции там ничего не думает женщина обычно вообще просто нет оборот вот эти эмоции связаны с тем что что такое отрицательные эмоции когда вы боитесь что что-то плохое произойдет то есть вы думаете а будущем вы взвешиваете подожди а отрицательные эмоции это отсутствие положительныхwelt или conversation положи до все закончится да но положите эмоции связаны с положительными подкрепление на если вы приходите домой и вам там рады это положительное окрепление значит вы взвешиваете таким образом что есть вещи, которые доставляют вам удовольствие в отношении. Значит, есть отрицательные подкрепления. Например, вы хотите со своим партнёром обсудить что-то, а он отказывается. Да, у вас отрицательные подкрепления. И дальше, когда вы переживаете бурю внутренних эмоций, вы на самом деле взвешиваете вот эти плюсы и эти минусы. Но это неосознанно. Да, неосознанно. Она же не берёт листочек бумаги, не выписывается. Да. И здесь есть вот лукавость нашего мозга. Лукавость нашего мозга состоит в том, что поскольку принять решение страшно, поскольку будущее, вообще неопределённость, это то, что нас пугает всегда сверхъестественным образом, мы начинаем сами подыскивать положительные, как бы акцентируем положительные моменты и отрицаем, спрячем от себя негативные моменты. То есть мы врём себе? Да, врём себе, потому что нам страшно, что будет, если мы что-то сделаем нетипичное для себя. То, что развод – это нетипичная вещь. Ну, то есть, может быть, кто-то, конечно, разводится 25 раз на дню, но таких, я думаю, немного. В целом, любое такое решение, оно для нас нетипично. Вот. И оно просто автоматически пугает. Почему девушки, например, в день заключения брака, вот они могут, например, очень хотеть в брак, а в день заключения брака они, например, думают, «Боже, что я творю? Куда я иду?» На что? Ну, это же такое же. Ну, это же просто, если представлять, что это навсегда, то это я впадаю в панику. Я не хочу навсегда. Почему? Я хочу иметь возможность выйти, если что. Это вы уже умом соображаете. Выйти всегда можно. А, значит, вы шумом, сейчас рекрутируете, а в последний день вы вдруг начинаете думать про будущее измененное. То есть у вас вдруг возникает неопределенность. Вы с этим человеком могли два года встречаться, вести, там сказать, гражданские отношения. Вроде бы, ну, что за новость день брака сочетания. Но в этот момент женщина может осознать, «Господи, Боже мой, новое неизвестное будущее идет ко мне навстречу». И эта неизвестность начинает ее просто изнутри колбасить. Она плачет, переживает. Значит, ей все не нравится, платье плохое, значит, и все остальное ужасно. А он вообще ведет себя как сукин сын. Вот. Это такое бывает на брачных церемониях. Такая эпидемия. Почему? Потому что вообще будущее – это пугающая вещь. И она пугает нас инстинктивно. Да? Потому что мы же не знаем, каким оно будет. Оно может быть хорошим, может быть плохим. Мы сейчас не знаем. Но мы инстинктивно запрограммированы бояться изменений. Потому что мы-то пока не умерли, как жили до сих пор. Вот я жила в гражданском браке с мужчиной и не умерла. А сейчас вот наступит юридический брак. Может, я помру завтра. Это я и реализирую, но я просто пытаюсь объяснить, как думает наш подсознательный, этот примитивный мозг. Ну, то есть, все, что новое, нас пугает. Пугает. А когда мы пугаемся, мы пытаемся найти для себя объяснение, как все оставить, как есть. И поэтому, когда вы думаете, боже, вот пора разводиться, дальше вы думаете, боже, а что же дальше делать с квартирой, с жильем, с детьми, с деньгами, и вообще буду ли я старой девой, значит, брошенной, значит, как там разведенкой с прицепом, вот, или, значит, я все-таки человек и право имею, у вас возникает тревога и вы начинаете думать, ну, пьет, но напивается через ас. Ну, бьет, но мог бы поломать кости, а не ломает, да? Молодец. Да, а бывает вот иногда не храпит, вот хороший, можно поспать нормально, спокойно, ну, вот, ну, то есть, вот начинается подыскивание как бы вот каких-то положительных сторон для того, чтобы удержать себя в статусе кво, потому что самое драматичное это обречь себя на новое будущее, вот в чем, собственно говоря, драматайзинг этого состояния. Ответил я на вопрос? Да, сейчас мы ушли от вопроса, в принципе, есть ли такой момент, когда прям нужно развестись? Это сама женщина решает, да? Ну, то есть, таких моментов нет, по сути дела. Вы понимаете, за нас решаются два вопроса в этой жизни, вот, значит, за нас. Первое, это, что нас родили, и что мы умерли, и что мы умерли, и ту, и другую вещь нас не спрашивают, мы можем сопротивляться, не хотеть покинуть материнскую тропу, мы можем сопротивляться болезням и так далее, ну вот, но эти две вещи, они будут решены без нашего участия, все остальное, это вопрос нашей личной ответственности, как мы проживем свою жизнь, как мы сможем отстроить отношения, как мы сможем построить карьеру, вот, конечно, есть разные благоприятствующие, неблагоприятствующие факторы, но ключевым агентом, принимающим, вот, на себя ответственность за все происходящее, в любом случае, оказываемся мы с вами, вот, то же самое касается и развода, но здесь вопрос возможности вот этого мы сами как-то усилить, да, как-то найти в себе дополнительные ресурсы, да, понять, что в вашей жизни есть, ну вот, кроме вот этого узкого горлышка, узкой проблемы, вот, межличностных отношений с конкретным человеком, у вас-то жизнь, на самом деле, она больше, в ней еще много всяких разных других вещей есть, и то, что женщина разводится, ей кажется, что она больше ничего не обретет, так ей сейчас и не надо обретать, потому что, если она сейчас разводится и хочет на завтра найти кого-нибудь, она же будет в таком состоянии, что она этого кого-нибудь сама, так сказать, доведет до Цугундара, вот, хотя вполне возможно, что он, в общем, был неплохим вариантом, вот, поэтому пройти карантин после брака какой-то, да, привести себя в порядок, почувствовать себя самодостаточным человеком, почувствовать, что ты можешь опираться на самого себя, что у тебя есть какие-то другие сферы жизни, которые для тебя значимы, вот, это очень важно, вот, и после этого вы восстанавливаетесь, да, вы переживаете утрату, потому что вы с разводом переживаете утрату, у вас буквально нервные связи умирают, да, которые были сформированы на этого человека, да, на этот способ жизни, а часть у вас умирает с разводом, ее надо похоронить, ее надо прикопать, так сказать, желательно еще полить, чтобы это поскорее там все прогнило, так сказать, и стала плодородная почва с выводами на будущее про то, как правильно отношения строить, вот, поэтому, ну да, страшно, да, сразу не будет хорошо, да, надо будет перетерпеть, да, нужно будет найти в себе новые ресурсы, но, послушайте, все это звучит уже куда более оптимистично, чем такая формулировка, больше ничего хорошего не будет, дальше будет только хуже, готовься к тому, что... Я отдала им лучшие годы своей жизни, да, дальше пойдут плохие годы жизни, а там вообще никуда. А вот еще вопрос, я здесь по комитету, это... Да, про годы жизни? Да, про годы жизни, да, значит, ну, понятно, что, значит, и вообще и мужчины, ну, то есть все люди, вот, но женщины в особенности, они живут в конструкции, что, значит, есть вот эта молодость, когда, значит, все еще возможно, фертильный период, он все равно существует. Ну, мы сейчас, я сейчас говорю про психологическое самоощущение человека, да, значит, мы думаем, что вот эта молодость, вот там еще все возможно, вот у нас есть лучшие годы, вот я вам скажу по объективной статистике, лучшие годы, они после 35 лет, до 55, вот лучшие годы вашей жизни, значит, вы можете, мне не поверить, но вот, подождите, это для мужчин или для женщин? Для всех вообще, да, это называется золотое 20-летие, значит, как определяют его психологи, они говорят, тревоги юности отступили, а болезни старости еще не настигли, значит, вот на самом деле, с точки зрения психологического состояния, с точки зрения возможности получать большое количество положительных эмоций, радоваться жизни, возраст от 35 до 55 самый лучший, потому что до этого вы все мечетесь, чтобы как-то себя пристроить, устроить с надеждой, что это будет навечно, и, ну, там, к 35 годам вы понимаете, что все это немножко блажь, иллюзия и в сказках рассказали, да, но при этом вы здоровы, вот, вы, у вас нету каких-то физиологических ограничений, которые не позволяют вам просто испытывать приливы положительных эмоций, связанных с эндорфином, окситоцином, там, я не знаю, дофамином, там, и так далее, вы можете быть счастливыми людьми, и после того, как вы понимаете, что вы можете быть счастливы в этом возрасте, да, вот, вы по-другому начинаете расценивать происходящее, вы не пытаетесь, как бы, вот, я, значит, свою молодость отдала козлам, а, значит, а сейчас все вообще козлы поиздохли, вот, даже козлы поиздохли, вот, значит, ну, в такой позиционировании жизни, конечно, хорошего будет немного, но если вы думаете, что вот у вас есть сейчас возраст, когда вы здоровы, вы сильны, да, у вас есть опыт, у вас есть уже какой-то набор возможностей дополнительных и так далее, просто потому, что вы стали самостоятельными, ну, как бы, вообще, в общем, вот, то вы по-другому начинаете относиться и к построению отношений тоже, потому что вы можете быть более в этом смысле, более аккуратны, да, более умнее, вы, как бы, у вас нет ощущения, что это вот надо сейчас или никогда, ну, то есть вы, у вас получается это как-то все более здоровым, а чем будет здоровее ваш внутренний настрой на построение отношений, тем больше шансов у этих отношений. А я вам объясню, с чем это связано, это связано еще с социальным давлением, ну, то есть после развода, и вот как я на себя ощутила, меня почему-то все жалеют, вот эта жалость, типа, ой, бедняжка, разведенка с прицепом, да еще в таком возрасте, Наташа, а разведенный мужчина, это всегда свободный мужчина, почему-то общество вот так все это воспринимает, вот это тоже проблема, по сути. Это проблема, мы наследники прежней культуры, значит, прежняя культура, она действительно, ну, просто сейчас все считают, что просто никто не понимает, насколько радикальные изменения, которые произошли за 20 век, женщина получила право голосовать, это звучит как бы наивно, ну, как бы странно, но как бы у нас Ангела Меркель, Маргарет Тэтчер, Хиллари Клинтон, ну, пусть и не добежавшая, но все-таки там и так далее, и Мишель Обамы, понимаете, ну, то есть, у нас за 20 век женщина получила право голосовать, она получила право самостоятельно принимать решение о разводе, чего раньше тоже было невозможно, это мужчина должен был решить этот вопрос, отпускает он женщину или нет, женщина получила право на высшее образование, чего тоже не было, да, то есть, условно говоря, общество претерпевает совершенно радикальную трансформацию, с точки зрения эмансипации, освобождения женщин, но есть, как бы, вот эти вот такие формально-юридические вещи, которые, они очень постепенно прорастают в ментальных, ну, вот, ну, понятно, что, во-первых, положение женщин непростое, оно непростое по целому ряду параметров, да, вот, но прежде всего из-за этих предрассудков, которые существуют, да, ну, то есть, международная статистика четко показывает, что мужчины и женщины за одну и ту же работу получают разные деньги, да, там, по-моему, 30% разницы, ну, зависит от страны, там, от всяких разных обстоятельств, там, и так далее, но это большая, существенная проблема. Второе, значит, у женщины, конечно, есть важная потребность, да, она у кого-то сильно выражена, у кого-то в меньшей степени выражена, но это именно прямо потребность, да, в материнстве, в переживании соответствующих чувств, эмоций и так далее, и это, как бы, дополнительное, то, на что должен потратить ресурс, время, силы, там, и так далее, и поэтому общество, государство должно максимально защищать женщин, у которых, ну, то есть, потому что у мужчины нету этого дополнительной, дополнительной нужды, вот, а у женщины есть, и мы должны всячески этому делу помогать, содействовать всем обществом, да, вот, но для работодателя это звучит не так оптимистично, как я сейчас рассказываю, то, что работодатель начинает думать, что уйдет рекрет, потом в отпуск по уходу за ребенком, ребенок будет болеть, там, вообще думать про ребенка, а не про работу, там, и так далее, поэтому, конечно, это проблема, ну, вот, которая должна решаться всякими разными инструментами, которые женщин должны защищать, матерей должны защищать, ну, вот, и есть третье, связанное просто с физиологией, да, значит, потому что у женщин физиология такая, что, ну, есть, кто-то просто неплохо переживает, вот, эти месячные изменения, значит, гормонального цикла, ну, вот, но для кого-то это действительно реально большая проблема, ну, то есть, и если бы я сейчас мужчинам бы заставил бы раз в месяц переживать это дело, я бы посмотрел на них, ну, вот, я не думаю, что они были бы в большом восторге от всего происходящего в их жизни, вот, поэтому, есть еще вот эти физиологические сложности, ну, просто для кого-то они менее чувствительны, а для кого-то это просто реально очень большая проблема, вот, и, и, вот, есть эти, как бы, как бы, сто точки уязвимости, вот, и в этом смысле, конечно, женщины тяжелее, чем мужик, вот, но с другой стороны, мужики, во-первых, мрут раньше, вот, почему их мало? Их рождается-то с запасом. Да, рождается больше мальчиков. Больше мальчиков, да, но они мрут просто, как эти мухи, лезут во всякие, головы им сворачивают, там, дерутся, преступления совершают, значит, наркоманят, алкоголизируются, ну, в общем, расходный материал, эволюция к мужикам подходила так, ну, как бы, делаем с запасом, лучше и выживаем. Там все равно, да, израсходуется. Да, вот, а остальные, там, сказать, пусть создают конкуренцию в этот момент. Вот, поэтому, значит, что-то я про это, забыл, что мне это рассказывал, ну, в общем, короче говоря. Про то, что после развода мы второй сорт, а вы первый почему-то. Что это за нескорбливость? Я про это не говорил. Нет, это я говорю. Да, во-первых, мы должны понимать, что вообще меняется структура брака, и вообще, там, ну, как бы, эмансипация неизбежно должна была приведена, привести к изменению патриархального брака. Когда женщина хочет замуж, она играет в патриархальную игру. Она хочет замуж. Ну, вообще. Типа я буду такой, как надо, возьмите меня. возьмите меня, да, ну, то есть, это игра в патриархальную, вот, такую пьесу, да, вот этого моногамного функционирования. Значит, ну, на самом деле, это эволюционно не очень адекватно. то есть, мы... Ну, потому что, если вы посмотрите, я не знаю, можно говорить, что мы приматы, в вашем окажутстве. Ну, если Дарвину верить, то, наверное, да. Вот. Ну, Дарвину можно уже не верить, а есть, соответственно, генетика, есть ДНК, вот. Сейчас вот все ждут вакцину от коронавируса, они думают, ее из чего изобрели? Ее изобрели из Дарвина, потому что, и Менделя, которые доказали сначала эволюционное наше происхождение, после этого стали искать, откуда же это возникло, дошли ДНК, РНК и прочее, и теперь, соответственно, вся наука существует на этом. Поэтому можете Дарвину не верить, но если вы проходите тест на ковид и верите результатам, вот, то вы приматы, вот. Это логическое слово. Звучит как оскорбление. Вот. Ну, я, да, я, я поэтому деликатно спросил, могу ли я, значит, это упоминать, но правда состоит в том, что мы, конечно, биологические существа, конечно, создавали эволюцию на протяжении огромного количества времени, вот, и, конечно, приматы, мягко говоря, не моногамны. Вот я так, мягко говоря, не моногамны. Причем девушки среди приматов особенно не моногамны, потому что среди приматов мужиков, значит, у них все время конкуренция, и хочешь, не хочешь, тебе дадут по башке, значит, чтобы ты не лез к моему, значит, моему гарему, вот, а, значит, поэтому, как бы, мужчину, вот, когда он должен держать это, его просто так ему не достанется, вот, а девушки, они понимают, что иногда выжаки меняются, вот, у них иногда возникает желание тихонько отлучиться с каким-нибудь другим, не альфа-самцом, не с мужем, так сказать, вот, и как-то с ним тоже что-то поделать на случай, что если он станет альфа-самцом и войдет, так сказать, на престол, чтобы он думал, что ее дети его. А, вот это, они так врут все время? Ну, это же не врут, это вопрос, как бы, безопасности, да, личной, и, самое главное, безопасности детей. Вы что ради делаете с безопасностью своего ребенка? Нету, как бы, того, чего вы не сделаете, ради этой безопасности. Поэтому, ну, вполне естественно, что отношения между живыми существами, они значительно более пластичные, обусловленные вот внешними обстоятельствами, нежели, значит, вот формальные институты брака там и так далее. Ну, когда брак придумали? Ну, то есть, это же, с точки зрения истории человечества, почему? Не так давно, Не так давно. То есть, социальные вот эти нормы, они вот, пришли какие-то и совершенно... Ну, ну, конечно, да. Мы вообще, в принципе, живем все в 19 веке. То, что тогда были написаны все романы, понимаете, про страдающую Каренину, значит, и прочее, ну, как бы, все это было проблематизировано. Я прошу прощения, у нас была империотрица, Екатерина такая. Вторая? Нет, вторая, это уже, я даже вообще не цитирую, а первая-то как появилась? Жена Петра Первого. Ее сначала солдат, значит, взял в плен, потом майор взял в плен, потом генерал взял в плен, потом маршал, а потом Петр Первый. Что-то она очень сильно плененная была несколько раз. Ну, мы, так сказать, находимся, вот, еще 18 век, он абсолютно свободен от, вообще, слово сексуальность появилось в 19 веке. То ли вот это вообще не было. А до этого? Была, полюбовались, ну, ведьму сжигали на кострах за сексуальность в том числе. Какая-то очень сильно округлая попа сжечь. Ну, то есть она была. Про попу я не очень знаю, но то, что там же проблема, жгли женщин, монахи, католического, ну, вот, это же инквизиция, это же католическое производство, да, которое там выявлялось, соответственно, ведьм там и так далее. А они вообще не имели права на сексуальную жизнь. У них в этом смысле настолько травмированная была психика, что, в общем, то, что они на женщин так агрессировали, ну, то есть было в значительной степени связано просто вот с очень такой агрессивной, патологической, деструктивной моделью объяснения там женского поведения там и так далее. Ну, то есть, у нас вообще просто если вдуматься, да, библейский текст взять, что женщина сделала? Она же виновата в первородном грехе. библейский текст, это же мы яблоко и съели, и мужу дали, вот она какая такая сякая. Ну, то есть, да, есть этот патологический дискурс, деструктивный дискурс такой, ну, ну, что мы будем архаичны, все это, а был мы анкреархат, кстати, если вы посмотрите, значит, все, что там было, какие там, пятый век, шестой, седьмой, дальше туда, вниз. Ну, там женщина вообще везде на всех изображена, там и так далее, мать и прочее, 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 поэтому, ну, как бы мы переживаем разные этапы. И я говорил к тому, что сейчас институт брака тоже неизбежно будет трансформироваться, как раз с результатами эмансипации, да, вот, с результатами того, что женщина получила право распределять, определять имуществом, потому что раньше имуществом она тоже не могла, как бы сказать, оперировать, так сказать, да, вот, поэтому у женщины появились больше ресурсов для того, чтобы свои права отстаивать, вот, и теперь время, когда мы должны изменить наши вот эти дискурсы и начать, как бы, по-новому вообще, относиться к отношениям, да, ну, то есть, не пытаться выстроить, выстраивать. Сейчас у нас, знаете, вот был 19-й, сейчас мы немножко пошли в 18-й век, вот, у нас сейчас тоже непонятно. Мы деградируем? Мы... Что-то не очень веселый эфир получил. Я могу по этому поводу прочитать целую реакцию, вот, по поводу того, как мы деградируем и как трансформируются культурные эпохи, вот, ну, как бы там ни было, конечно, это не деградация, вообще история развивается по спирали, но эта спираль движется вверх, вот, и, как бы, мы в каком-то смысле напоминаем век 18-й, но мы напоминаем 18-й век у женщин с высшим образованием, женщины, которые руководят крупными корпорациями, я должен сказать, что, вот, международный рейтинг специально создавался, компанией, которые руководятся женщинами крупные, торгующиеся на бирже, более успешные, чем компании, которые руководятся мужиками, вот, уже такие рейтинги создаются, ну, то есть, мы на самом деле, это не 18-й век, приветствую вас в 21-м, вот, но немножко будет не как зато в 19-м, ну, как бы, вот, хорошо это или плохо, я думаю, хорошо, ну, потому что это будет более честно, мне кажется, все, и у людей появляется больше ресурсов для того, чтобы самим влиять на собственную жизнь, чего, в общем, раньше не было. То есть, после развода не надо нас жалеть, вот, я, может быть, как-то можно намекнуть мужчинам, что мы такие же, как и вы, немножко только, может быть, отличаемся чем-то в физиологии. Ну, вот, я настаиваю на том, что надо говорить, что мы другие. Мы другие, но мы тоже финансово обеспечены, после развода. Ну, то есть, не надо говорить, ой, она лишилась источника дохода, источника секса, источника, да ради бога, я могу найти в другом виде доход и источник секса. Да. Значит, я просто здесь имею в виду, что вот это тоже позиция, мне кажется, немножко еще ущербная, как мы говорим, ну, мы же такие, как вы, перестаньте так говорить. Нет, мы другие, но права у нас есть. Вы крутые, значит, вы можете зарабатывать, можете быть самостоятельным, вы можете строить карьеру, вы, у вас есть дети, вы можете ими заниматься, ну, как бы, а эти мужики, пусть они там в одиночестве, понимаете, кто захочет за ним убирать в его 70 лет. Вот. Пусть он сам решает этот вопрос. Вот. Все хотят жить долго и счастливо, но после 60-ти, когда нужно убирать, вот, за этим, у нас средний возраст жизни, это 60 с небольшим мужиком. Ну, да, женщины живут дольше, вот, и всем придется за ними убираться, поэтому лучше они пусть сами беспокоятся, чтобы вы с ними до этого времени существовали. Подождите, подождите, Андрей, можно я вопрос задам просто в тему, раз затронули эту тему. Я читала какое-то исследование, Пол Долан, или еще кто-то из психотерапевтов, психологов, он сделал исследование, согласно которому замужние в старости женщины чувствуют себя более ущербно, менее у них здоровье укреплено, чем у свободных или у вдов, ну, то есть вдовы и свободные 60-летние бабульки, очень активны, очень позитивны. Да. А почему? Ну, потому что... Есть такое... Это правда, вот, и нас это скоро сейчас ждет, вот, у нас просто сложно говорить по предыдущей поколении, потому что их переломало много других обстоятельств, да, и вот, условно говоря, многие попали просто в период перестройки, и вот, в России все потеряли, вот, поэтому среди нынешних стариков много людей, которые несчастны, не потому что они разведены, да, а потому что просто у них не было времени встроиться в новую реальность. Если говорить про нас, уже интегрированных в новую реальность, да, которые уже думают сами о своей пенсии, о своем, как бы, не пенсии, о своем финансовом благополучии, о будущем, там, и так далее, да, мы можем это хоть как-то предсказывать, вот, и этим заниматься, пытаться себя предохранить, так сказать, от бедной старости, да, вот, то, значит, конечно, вы будете очень счастливыми старушками, веселушками, вот, у вас будет возможность путешествовать в этих, как его, женских командах, так сказать, заниматься в фитнес-клубах, там, и так далее, ну, то есть вы будете, я не знаю, в театр ходить, на выставки, что вам интересно, вот, вы можете одеваться модно, красиво, там, и так далее, ну, я не знаю, делать себе прически, макияж, этот, как его, и так далее, но у нас сейчас старость, это не время, когда на вас поставили крест, это старость, это такая, больше от вас, больше никто не требует, вы сами можете предоставлены быть себе, вот, если у вас есть хорошие отношения к этому возрасту, то есть, ваш партнер, это ваша реально вторая половина, действительно, вы к нему привязались, у вас там тепло, вы друг друга поддерживаете, там, какой эхизиаст, да, когда один упадет, кто его поднимет, когда, значит, двое идут, один упадет, другой его поднимет, ну, то есть, если у вас такие отношения, прекрасно, вот, но они редко формируются, вот, насколько редко, процентов 10, честно, скажите честно, смотря, от чего мы считаем, от общего количества заключаемых браков? Меньше, конечно. Меньше десяти? Меньше. Это, там, в районе погрешности такие отношения, вот, поэтому, да, но дальше, вы после того, что вообще, зачем брак нужен, по большому счету, он нужен для того, чтобы воспитать детей, ну, вот, он эволюционно, если у него, ну, то есть, вот, условно говоря, почему есть вот этот кризис семи лет, такой классический в брачных отношениях, то, что в семь лет ребенок начинает быть самостоятельным, ну, самостоятельным не в смысле самостоятельным, но он уже как бы не помрет, то есть, вот он даже, если сбежит на улицу, его где-то подберут, если вы в четыре года, его может съесть кто-то или еще что-то, вот, а в семь лет он куда-нибудь прибьется уже, Оливер Твист такой, вот, поэтому семь лет это возраст, когда дети приобретают вот такую, они переживают кризис семи лет, так называемый, они становятся уже социальными существами, до этого они принадлежат родителям, а их социальность, она вся такая инспирированная, с семи лет они уже способны интегрироваться в какие-то группы, вот, поэтому вот эволюционно мы как бы неплохо еще партнеры держатся, потому что у них есть вот этот вот еще родительский инстинкт и родительский, и отеческий, и материнский, вот, которые как бы брак связывают, вот, ну дальше условно, ну, окей, 15 лет, 15 лет современные подростки говорят, слушайте, вы уже, пожалуйста, мы вас очень любим, вы прекрасны, или наоборот, они говорят, неважно, вот, но в целом, в любом случае, они хотят отдалиться от родителей, получить собственную самостоятельность, возможность жить, так как они, им рано еще, конечно, вот, но это другой вопрос, вот, но факт состоит в том, что тоже родители, их функция в прежнем исполнении становится уже избыточной, ненужной, да, ну вот, надо становиться друзьями, товарищами, там и так далее, и в этом случае не так важно, состоите вы в браке, там или нет, ну, как бы ваши же друзья, они обязательно должны быть женаты, правильно, вот, да, ну, то есть, если говорить про вот создание таких каких-то отношений уверенных, то они в значительной степени, конечно, связаны биологически, психологически, с воспитанием детей, это такой совместный проект, я нашел женщину, с которой я хочу родить и вырастить ребенка, женщина нашла мужчину, от которого она готова родить и вырастить ребенка, вот, ну, это проект, вот, этот проект в какой-то момент приходит своему естественному концу, вот, и другого плана у партнеров, может быть, не быть, ну, то есть, вот, могут быть, партнеры живут, когда вот там, разе детей, ну, я имею в виду дальше, то есть, условно говоря, есть какой-нибудь пахматовый Депаранраут, вот, у которых есть общее занятие, да, ну, ладно, не занятие, а даже бизнес, если общий. Бизнес, да, ну, как бы, есть очень теплые отношения друг с другом, она музыку пишет, вот он стихи, понимаете, Вишневский с этой, Вишневская с, с, ну, Ленин с Крупской, когда есть тандем какой-то. Ну, да, когда есть дело какое-то, да, вот их как бы это объединяет, это дело. Ну, то есть, есть план, до этого планом был ребенок, даже если это не озвучивается прямо, но в брак-то мы вступаем для того, чтобы у ребенка были родители, правильно, официальные. Ну, в том числе, да. Да, ну, ну, а какая еще у него смысл юридической, юридической, ну, то есть, финансовое распределение, да, в браке мы, как бы, имеем общее имущество, да, и детей. Какая еще функция у брака? Ну, многие выходят в брак, потому что это какие-то, узаконить права на человека, вроде как, во власть себе человека приобрести. Да, ну, это наивная глупость, вот. Сейчас люди таким образом не, это раньше можно было написать человеку, что он раб, поставить клеймо, и дальше, как бы сказать, это работало. Сейчас такая история уже не срабатывает, если мужчина или женщина находятся в браке, никто не считает, что они вот неприкосновенные. Так, у меня просто 20 вопросов, мы их не успеваем вообще задать. Я думала, что я успею. Четыре, мы успели четыре или пять вопросов. уже. Ну, это уже очень много для нас. с учетом того, вы можете говорить на один вопрос? Да, я могу часами. Распространенно. Успеете ли вы за 10 минут рассказать, почему у нас такое разное отношение к детям? Ну, то есть, после развода, мужчина, если не живет на одной территории с ребенком, он просто как будто забывает про него. Ну, то есть, есть такой эффект. Для нас ребенок, это как продолжение себя, это как часть себя. А для мужчины, это вроде как, не вижу ребенка, его, наверное, и нет. Вот, вот такое. не у всех, но у многих. Да. Ну, я думаю, что это в значительной степени связано, то, что касается мужчин, их отношение к детям связано с культурной установкой. То есть, у них нету тех биологических механизмов, которые привязывают их к ребенку. Ну, то есть, они там, на каких-то, может быть, первых фазах, это у кого-то срабатывают эти установки, прежние, эволюционные. Но в целом, это культурный такой аспект. То есть, очень важно, если вы собрались от мужчины производить ребенка, как он, в принципе, относится к вопросу отцовства. Если для него эта функция очень важная, то есть, он считает, что, например, его отец плохо действовал, и он так не будет, например. Да, он будет по-другому, и у него есть план, как он будет. Это свидетельствует о том, что у него есть сознательный, культурно интегрированный, установки на отцовство. То же самое, он может думать про ребенок, как про проект. Мне это не очень нравится, потому что это ведет к травмам ребенка. Но это укрепляет брак. То есть, если он считает, что он родит ребенка, в которого он инвестирует силы, усилия, значит, он будет там кем-то, чем-то. Он, конечно, травмирует ребенка, но дольше будет в браке. В общем, короче говоря, все зависит от здесь культурных установок. То, что касается женщины, но давайте посмотрим правде в глаза. Ребенок – это физическая часть женщины, находящаяся на какой-то дистанции. Это как часть тела. Ну, это нормально, или это неперерезная пуповина какая-то ментальная? Нет, ну, это нормально. Это часть вашего тела. Она просто выделилась и пошла ходить, значит, вот кругом. У вас так сердце в свое время образовалось, почки, печень. Тоже был зародыш печени, зародыш этих, как его, селезенки. И из них выросли органы. Вот у вас вырос орган. Его зовут ребенок. Вы в этом смысле вообще бессмертные существа. Потому что у вас, ваше тело, ваша сущность, даже в каком-то смысле, продолжается в детях. Поэтому, ну, как бы, на мой взгляд, это очень круто. То, что касается гормонального фона, тоже очень существенно, потому что количество окситоцина, которое получает женщина благодаря материнству, благодаря возможности быть матерью, оно огромное. Это тоже, на самом деле, много в этом плюсов. Да, бывает тяжело, бывают послеродовые депрессии, бывают плохо прошедшие роды, бывают кучи болезней и так далее. Но по совокупности, это большое-большое счастье иметь возможность произвести часть себя в автономную деятельность. У мужчин, ну, как бы, не способны они на это. Ну, то есть, нельзя винить мужчину, что вот в том, что он после развода охладел к ребенку. Ну, если вы... Нет, ну, винить, понимаете, бессмысленное абсолютно мероприятие. Вы можете винить кого угодно, в чем угодно, вам от этого легче не станет. Легче не станет. Просто, да, если вы собрались производить от кого-то ребенка, просто убедитесь, что он способен быть отцом. Ну, то есть, у него есть подход такой к детям, ответственный. Ну, то есть, я знаю много мужчин, у которых там много детей от разных женщин, и они продолжают быть отцами для всех них в полной мере. в полной мере. Но потому что у них есть такие культурные установки. Они понимают, что они взяли на себя ответственность. Они понимают, что, условно говоря, их отношение с матерью ребенка это совершенно не то же самое, как его ответственность, как отца перед конкретным ребенком. там, и так далее. Поэтому, ну, можно разводиться с матерью, да, но с ребенком развестись. Не разводиться, да. Это, ну, опять же, это зависит вот от установок. К сожалению, с точки зрения мужчин, мы здесь, ну, здесь тоже надо сказать, вот, на самом деле, ситуация в каком-то смысле даже становится лучше. Ну, то есть, количество отцов, которые берут отпуск по уходу за ребенком, постоянно увеличивается. Количество отцов, которые, ну, много времени тратят на детей, тоже увеличивается. Но это вообще связано с вот этим очень серьезным изменением гендерных функций, которые трансформируются. Действительно, ну, то есть, есть женщины, для которых карьера очень важна, действительно. И дети для них не являются такой вот прямо, ну, не родились они и всю дорогу, значит, нянчатся с детьми. Есть мужчины, которые от этого получают большое удовольствие, для которых это такая очень важная часть жизни. Ну, как бы замечательно. Ну, мир в этом смысле становится... Есть разные модели, и сейчас нету одной правильной. Да. Поэтому надо просто найти свою и в ней, так сказать... И в ней работать. Совершенствоваться. Так, ну что, я могу сказать, что это, получается, шестой вопрос. Мы ответили на шесть самых, наверное, распространенных вопросов. Если вопросы вам не понравились, или они были недостаточно глубоки, это ваши вопросы, и это ваши проблемы, хотела я сказать. Ну, так и есть. Ну, то есть, это не вопрос из моей головы, это вопрос из вашего рта. Поэтому, если хотите послушать что-то более глубокое, философское и психологическое, приходите к Андреевну страницу. У вас же там постоянные прямые эфиры. Много, да. Много, много информации. Всего, да. Поэтому, Андрей, благодарю вас безбожно за этот утренний прямой эфир. Спасибо вам большое. Я был рад очень повидаться. И вы замечательно задаете вопросы. И я жду, когда вы подпишите мне книгу. Да, я все помню. Ответственность моя при мне. Всего хорошего. Всем спасибо большое. До свидания. До свидания. Пока-пока.